Привет, друзья! Вы уже в курсе, я вам рассказывал о том, что в ближайшее время будут приняты новые санкции в отношении незаконного белорусского режима. Санкции включат практически исключительно тех, кто ответственен фирмы и частные лица, кто ответственен за создание мигрантского кризиса. Но, как казалось, это не все. И это очень странно. Честно говоря, я сначала понял, что санкции коснутся, ну, к примеру, Белавиа, ну, к примеру, там гостиницы Минск, туристических агентств самых разнообразных, возможно, Шамвинкс и так далее, и так далее. То есть, вот таких вот контор, ну, плюс, конечно, всяческих там силовиков, прокуроришек и так далее режима Лукашенко, это понятно. То есть, тех, кто ответственен четко за мигрантский кризис, поскольку вот этот пакет санкций, он четко за мигрантский кризис. Если вот четвертый пакет санкций, который вступает в силу в начале декабря, он четко за нарушение права свобод белорусов и там целая когорта, огромная когорта предприятий, то пятый это как бы за мигрантский кризис весьма специфический и весьма, скажем так, ограниченный по своему характеру пакет санкций. Вы знаете, оказалось это не так. Таки Белавия остается в этом пакете санкций. Возможно, остается Шамвинкс, мне тяжело сказать, потому что компания сирийская и попадет она под санкции, не попадет. Ну, тут мне трудно сказать, да и я думаю, что моим читателям это менее интересно. Но, оказывается, под этот пакетик попадает Гродно Азот и Беларусь Нефть. Да. Значит, Гродно Азот и Беларусь Нефть. Это большие конторы, особенно Гродно Азот, это очень большая контора, это там работают тысячи людей, это один из главных кошельков Лукашенко. Кстати, Беларусь Нефть тоже немаленькая и тоже кошелек Лукашенко. Но Гродно Азот это вообще сумасшедшая контора по своему объему и по значимости для режима, для незаконного режима. Соответственно, если она действительно попадет под пятый пакет санкций, можно сказать, что режиму вообще обрезали все, что только можно в плане поступления денег, в плане поступления финансов. И что он после всего этого будет делать, очень сложно сказать. Посмотрите, Беларусь Калий накрылся, Гродно Азот накрылся, Беларусь Нефть накрылась, БелАЗ накрывается, кто там еще? Там еще куча всяких. Неман накрывается, МТЗ по-моему тоже накрывается, то есть практически все более-менее крупные предприятия Беларуси, с которых и кормился этот режим, прикажут долго жить. Именно поэтому, кстати, сейчас по ним бегают российские покупатели, которые покупателями не являются, а которые в принципе являются ликвидационными командами, которые просто бегают и смотрят, что там можно сдать в утиль, что там можно сдать в переплавку. На том же МАЗе, на том же БелАЗе, например, куча металла, куча всего. Ну а вот теперь оказалось, что Гродно Азот и Беларусь Нефть последуют по той же дороге и их ожидает абсолютно та же судьба печальная, которая ожидает все остальные предприятия, попавшие под санкции. Еще раз напомню, что такое санкции. Это отсутствие переводов денежных, все, то есть банки, все. Это запрет продажи, это запрет покупки чего-либо, какого-либо оборудования, то есть вообще запрет какой-либо хозяйственной деятельности с этими субъектами хозяйствования, так сказать. То есть можно сказать, что на этом, опять-таки это отсутствие логистики в будущем и так далее, и так далее, который зависит тот же Гродно Азота, Беларусь Нефть и есть та же логистика. То есть это конец этих предприятий, это конец их деятельности. Соответственно, совершенно логичными выглядят российские ликвидационные команды, которые сейчас занимаются их судьбой и активно смотрят, чего там можно слямзить, распилить и продать в утиль.